Приветствую гостей и подписчиков канала. Сегодня в российской премьер-лиге пройдут 4 матча 13 тура. Три матча состоятся завтра, в воскресенье 31 октября. Вчера первый матч 13 тура завершился победой питерского «Зенита» над московским «Динамо» со счетом 4-1. После этой виктории «Зенит» оторвался от бело-голубых на 6 очков. Сегодня в 14.00 по Москве «Рубин» примет ЦСКА. «Рубин» пока девятый с 16 очками. А вот московские армейцы могут в случае победы выйти на чистое второе место. Впрочем, им можно даже сыграть и в ничью. У них также, как и у московского «Динамо», сейчас 23 очка. В 16.30 по Москве «Спартак» примет Ростов. Подопечные «Руи» Витории немного притормозили свой ход и в последних двух матчах набрали только одну очко. Они седьмые и отстают от второго места на 6 очков. Победа в последнем туре, надеемся, окрылит ростовчан, пока они 12-е имея в активе 12 очков. Два матча пройдут в 19.00 по Москве. Краснодар на своем поле примет футболистов крыльев советов. Краснодар пока пятый, но победа может вывести их на высокое второе место. Крылышки восьмые с 16 очками. Нижний Новгород также в 19.00 примет московский «Локомотив». Нижегородцы расположились на 11-м месте с 14 очками. Локомотив пока четвертый, но в случае успеха также может подняться на вторую строчку. 31 октября в 14.00 по Москве Уфа примет Ахмат. Уфимцы пока предпоследние с 10 очками. Грозненцы на 10-м месте с 15 очками. В 16.30 по Москве Тульский «Арсенал» примет клуб «Сочи». Канониры пока 13-е, у них в активе 12 очков. Сочи идет пока шестым с 21 очком, но скученность вверху таблицы такова, что и он в случае победы сможет выйти на чистое второе место. Разумеется, если не наберут очки команды, расположившиеся выше. В заключительном матче 13-го тура в 19.30 по Москве подмосковные Химки примут Урал из Екатеринбурга. Химчане 14-е с 11 очками. Урал на последнем месте с 9 очками. Вот такой интересный тур нас ожидает сегодня и завтра, ждем красивой и бескомпромиссной борьбы. На этом с вами прощаюсь.